Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и знакомиться с их биографией Альберто Пазини. Итальянский художник наиболее известен тем, что изображает ориенталистские сюжеты в стиле позднего романтизма. Родился Буссет 3 сентября 1826 года. Его отец был комиссаром своего округа и занимал должность аналогичной супер-префект. После смерти отца в 1828 году они с матерью переехали в Парму, где по синий в возрасте 17 лет поступил в Пармскую академию изящных искусств. Изучал пейзажную живописи и рисунок. В Парме ему с самого начала помогал дядя Альберто, художник и иллюстратор рукописи Антонио Пассини, который рисовал для местной знати и сотрудничал с издательством. На него обратил внимание художник Паоло Тоски, который посоветовал Пазини поехать в Париж, где Пазини впервые поступил в мастерскую Пиролюка Шарля и Ежена Сиссерии в Барбизонской школе. Я пользуюсь данным в Википедии. В 1853 году его литография «Вечер» позволила ему попасть на парижский салон и в мастерскую знаменитого Теодора Шассели. Начало Крымской войны предоставило новую возможность, когда в феврале 1855 этот последний художник порекомендовал Пазини заменить его в свете французского полномочного министра Николя Проспере Буре. Пассини воплотил своей экспозицией во время этой поездки многочисленные высоко детализированные картины на ориенталистский сюжет. Он снова уехал в Стамбул в октябре 1867 года по вызову французского посла Буре. Вернулся в Турцию в 1876, чтобы выполнить четыре картины по заказу султана Абдул-Азиза. Он собирался вернуться в Стамбул на следующий год, когда умер его покровитель фултана. В 1865 году провел некоторое время в Канне, где писал пейзажи Ривьера. Во время французско-прусской войны 1870 года вернулся в Италию, поселился в Каваретто на холмах вокруг Турина. Он продолжает путешествовать ближе к своему дому с поездками в Венецию и двумя визитами в Испанию. Бассини умер в Каваретто 15 декабря 1899 года. Вот что говорит искусствовед современного искусства и Джилия Колом о картинах художников. Бассини точно воспроизводит архитектурные аксессуары, которые сверкают на солнце и купаются в голубых тенях. В этом ему нет равных, и он проявляет необычайную изобретательность, создавая огромные картины на маленьких холстах. Какое мастерство в рисовании фигур высотой с палец, прекрасных лошадей, мрачных и задумчивых рыцарей в роскошных доспехах, украшенного булатной тканью оружия, крынков, зверинцев, киосков, сёдел, инкрустированных драгоценными камнями, тюрбанов, тканей, куртизанок, принцесс, военных лагерей, интимных уголков гарема, силуэтов городов с зазубринными шпилями и минарет и охоты на бескрайних равни. Восточные сцены обработаны изысканно, не в поисках обычных закатов и огненного неба. Атмосфера тонкая и прозрачная, она окутана серебристым покровом, сама грация и утончена. Так говорит о работах художника и искусствовед Виджилио Колон. Так, вкратце, о художнике, итальянскому художнике Альберто Пазини. Данное из Википедии. Пока-пока, до свидания. Продолжение следует...